МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы еще раз оценить состояние отопительной системы накануне зимы, каменские депутаты намерены убедить чиновников проехать по всем городским котельным. Настоящие профессионалы 20 лучших педагогов края накануне Дня Учителя получат по 200 тысяч рублей. На дне. Барнаульская «Динамо» опустилась на последнюю строку турнирной таблицы. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Татьяны Голубева. Здравствуйте. В Камне-на-Аби сейчас проходит заседание рабочей группы по вопросам отопительного сезона. Специалисты комитетов и депутаты еще раз обсуждают, как без потерь пережить предстоящую зиму. По словам председателя АКЗС по Каменскому округу Василия Железовского, Каменские депутаты намерены убедить чиновников провести рейд по каждой из 35 котельных города, чтобы еще раз оценить состояние отопительной системы. Напомним, прежде в Камне-на-Аби проголосовали за рост тарифов на тепло на 1000 рублей, закупили уголь на первое время, ведут переговоры с энергетиками, ведь в трех котельных до сих пор нет света. Но этих мер недостаточно, чтобы зиму город прожил без перебоев с отоплением, уверен Железовский. Подробнее эту тему обсудят завтра в рамках Горсовета. Ключевой вопрос заседания – предстоящий отопительный сезон. Напомним, подготовка к зиме в Камне-на-Аби началась в сентябре, когда ситуацию в городе взял на контроль губернатор. Кстати, на территории края отопительный сезон отложен в 18 районах. Среди них Локтевский, Третьяковский, Черыжский и другие. Как пояснили в Краевом Минстро и Трансе, запуск тепла перенесли из-за теплой погоды. 20 педагогов из Алтайского края сегодня получат по 200 тысяч рублей. Накануне своего профессионального праздника в эти минуты в концертном зале «Сибирь» проходит награждение победителей федерального конкурса лучших учителей. Еще 60 педагогов получат краевые премии. Их размер значительно скромнее – 50 тысяч рублей. В рамках сегодняшнего мероприятия поощрят также победителей и лауреатов конкурса «Родительское признание». Награды и денежные выплаты получат и молодые педагоги. Олимпиада возможностей в Бииске завершился чемпионат профессионального мастерства «Обилимпикс-2018». Школьники и студенты Алтайского края, всего 59 человек с ограниченными возможностями здоровья, соревновались в 11 номинациях. Для участников этот конкурс – реальная возможность найти себе работу. «Обилимпикс» проводят уже в третий раз. В этом году участники демонстрируют свои профессиональные навыки в сферах обслуживания. Например, здесь ребята показывают, насколько они грамотные и профессиональные администраторы гостиницы. Каждый из конкурсантов должен заселить гостя, забронировать номер и ответить на телефонный звонок. Все эти действия имеют свои критерии, за соблюдением которых и следят эксперты. Здесь нужно не забыть ничего. Главное – поздороваться, попрощаться. Какие-то определенные моменты субъективного характера. Например, нужно улыбаться, уложиться во времени, потому что немаловажно тоже обслужить клиента вовремя. Если клиент у вас будет долго стоять за стойкой рецепшн, это говорит о плохом качестве обслуживания. Продолжение следует... Расскажем в вечернем выпуске новостей. Краевое следственное управление проводит доследственную проверку по факту смерти мужчины на Барнаузском Арбате. Тело на пешеходной улице Молотобольская прохожие обнаружили накануне днем. В следственном комитете подчеркнули, что внешних признаков насильственной смерти у мужчины обнаружено не было. Специалистам предстоит провести судебную медицинскую экспертизу для определения причин гибели. Сумки почтальонов советских времен, почтовые ящики прошлого века, штемпели и оттиски. Все это экспонаты музейной экспозиции, которая торжественно открылась в Барнаульской школе номер 107. Экспозиция небольшая, но интересная. Школьники, а именно они и стали первыми посетителями, могли посмотреть и потрогать своими руками. Телеграфный аппарат советских времен, почтовые ящики, которые раньше были неизменным атрибутом улиц российских городов и сел, полистать редкие документы тех лет. Большой интерес у юного поколения вызвали старые почтовые открытки, которых на выставке представлено несколько десятков. У нас в Алтайском крае очень много посткроссеров, которые занимаются международным обменом открыток. Здесь как раз представлено то, как было это в советское время, открытки советского периода. И то, что сейчас письмо, открытка, она наоборот возрождается. И как раз появилось такое новое направление, как международный обмен, случайный обмен между различными людьми, которые даже друг друга не знают. У школьников была также возможность отправить открытку, которую выпустили специально к открытию почтового музея, погасив ее праздничным штемпелем. Кстати, музейная экспозиция в 107-й школе теперь будет работать постоянно, так что у многих будет возможность поближе узнать об истории Алтайской почты. На самом дне барнаульская «Динамо» опустилась на последнюю строку в турнирной таблице. Так низко сини-белые еще не падали в новом тысячелетии. На этом месте команда Сергея Шишкина пробудет как минимум до следующего игрового тура. Столь знаковое событие случилось после выездного вояжа «Динамо». Сначала барнаульцы сыграли в ничью 1-1 с Читой, а затем с Иркутском 0-0. Потеря очков позволила Читинцам обогнать футболистов с Алтая. В копилке у «Динамо» по-прежнему всего одна победа в 10 матчах. Ранее главный тренер Сергей Шишкин говорил, что готов покинуть занимаемый пост. Правда, по его словам, руководство клуба заявление не приняло. Был разговор с президентом клуба. Он меня поддержал. Сказал, что не надо делать резких заявлений. Когда придет момент, я тебя сам перестажу. Вот и все. Как ты сказал, продолжай работать, у тебя действующий контакт. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компании «Эвалар». Реагируете на погоду? В любую погоду лекарство «Гинкаум» способно устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Практически на всей территории края ясная и солнечная погода. В Бийске, Заринске, Олейске и Тальменке до 11, выше 0, 12 в Рубцовске, 14 в Кулунде. В Краевой столице ясно, ветер южно-умеренный и до 10 тепла. Напоминаю, телефон редакции Барнауле 722-440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова